Здравствуйте, уважаемые зрители, гости канала и, конечно же, наши подписчики. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Тема сегодняшнего видео – зачем нужны комнатные растения? Многие недооценивают влияние комнатных растений на человека. Эти создания природы способны поддерживать неповторимую атмосферу и в квартире, и в офисе. Чтобы комнатные растения доставляли радость, необходимо владеть некоторыми знаниями. Чтобы убедиться в исключительной нужности комнатных растений, достаточно обратить внимание на тот факт, что растительный мир возник задолго до появления человека. Без растений жизнь на Земле невозможна. Следовательно, люди не только могут, но и должны жить среди растений. Биологи из Великобритании, проведя ряд исследований, обнародовали данные о том, что растения не так уж сильно отличаются от людей. Они видят, слышат, ощущают прикосновения, чувствуют запах и вкус. Комнатные растения предоставляют уникальную возможность общаться с природой в любое время года. Находясь среди всех прелестей цивилизации – повышенного шума, грязного воздуха, вредных излучений и т.д. Комнатные растения попросту спасают живого человека от многих болезней. Специалисты по видеоэкологии советуют приобрести комнатные растения при вынужденном долгом перебывании в замкнутом помещении. Растения, расположенные в комнате, создают определенные энергетические поля, которые сильно воздействуют на присутствующих. Невидимые связи легко проявляются в различных ситуациях и ощущаются, особенно тем человеком, который о них заботится. В зависимости от своих свойств растения могут балансировать человека, а могут наоборот выводить его из равновесия. Но большей частью это относится к ядовитым растениям, к представителям флоры со смешанными свойствами, а также к растениям, которые по своим свойствам несовместимы с энергетическими характеристиками присутствующего человека. В общей своей массе комнатные растения выравнивают психоэмоциональный фон обитателей пространства, предотвращают стрессовые ситуации и способствуют приятному общению, охраняя безопасность и покой каждого присутствующего. Следует очень тщательно подбирать цветы, учитывая все существующие рекомендации. Помимо биоэнергетических свойств, многие цветы выделяют фитонциды, губительно воздействующие на болезнетворные бактерии. Давно известны антибактериальные свойства хлорофитума, розмарина, мирта. К примеру, аспарагусы поглощают тяжелые металлы, а нефролеписы избавляют от испарений формальдегида, ксилола, тулуола. Кроме того, они обеззараживают воздух от возбудителей болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Комнатные виды можжевельника и сосны наполняют помещение не только прекрасным ароматом, но и заряжают его ионами, которые необходимы человеческому организму для нормальной жизнедеятельности. Комнатные представители флоры незаменимы и в офисе. Они очищают воздух, поддерживают необходимый уровень влажности, понижают уровень шума. Концентрируя внимание и повышая настроение, они способствуют более плодотворному трудовому процессу. Правильно подобранные растения способны предотвратить ухудшение зрения и переутомление сотрудников. Ну и на этом мы сегодня закончим. А выразить свое мнение или же поделиться собственным опытом можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь и вы всегда и все будете знать о своих зеленых питомцах. Да и не только. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока, до следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok